Продолжение следует... 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 Это вот ответ на нападки, можно сказать. Теперь, что касается, вот у меня предварительно был задан вопрос, какая смерть хорошая, ну, с точки зрения христианской. Здесь нужно ставить вопрос по-другому. Смерть является итогом жизни. И для того, чтобы была у христианина хорошая смерть, ну, хорошая христианская, я сейчас не буду уточнять, должна быть у христианина хорошая жизнь. Потому что, собственно, само событие, смерть, как оно произойдет, на больничной ликойке, там, допустим, при пожаре или еще какими-то другими способами, поскольку совершенно не в нашей власти, в общем-то, то над этим христианин задумываться не будет. Он будет задумываться над тем, как подойти к смерти, какова его жизнь. И это ставит смежные большие проблемы, например, та же проблема старости, проблема достойной старости. Вот мне, как священнику, приходится причащать умирающих людей. В основном те люди, которые жили-жили, жили-жили, ну, как, что в советское время, то, что старые люди ничего о Боге не знают, не слышали, там, более или менее хорошую и плохую жизнь, значит, прожили. И вот они сталкиваются с этой ужасающей реальностью, в которой вот она уже на них находилась. И вызывают батюшку, батюшка, сделайте что-нибудь, или что положено, там, сделайте, там. Начинаешь, если человек еще в состоянии беседовать, как-то, ну, исповедниствует, не знаю, как в разных случаях, по-разному бывает, человек совершенно не понимает, что с ним происходит с религиозной точки зрения. Хотя вызывает профильного специалиста религиозного, да? То есть совершенно вдруг на него сваливается эта вот сфера, вторгается. И просто это постоянное иллюстрация того, что люди живут так, что они не готовы к смерти. А для христианина очень важно, собственно говоря, я не скажу ничего нового, все церковное учение говорит о том, что искусство жить – это умение готовиться к смерти. И святые отцы от первых, не знаю, дней от апостолов до наших современников говорили о том, что перспектива христианской смерти – это один из важнейших регуляторов христианской всей жизни. И наоборот. И, собственно говоря, поэтому подготовка, вот достойная смерть, они даже, мне кажется, христианинам не нужно думать о достойной жизни, а это в нашем тоже отечестве не очень все просто, прожить достойную жизнь. Впрочем, как и вообще на земле. Теперь вот ваш вопрос по поводу витализма. Есть один пример, ну, я возьму искусство личное мнение. Есть один пример, люди церковные знают, есть такой очень известный духовник, который уже 12 лет лежит, ну вот, я не знаю, какое его вегетативное состояние, да, но, скорее всего, уже, да, ну, то, что вегетативное, очевидно, он лежит 12 лет под аппаратами, его почитатели, на его день рождения, день ангела приходят, относятся к нему как к живым мощам. Вот я думаю, что если бы этому замечательному, всеми уважаемым, прочитаемому духовнику нашей церкви, когда он еще был в сознании, сказали бы, что такая вот его ждет судьба, он бы сказал, ребята, не надо, что вы делаете? Я христианин, дайте мне естественным порядком умереть. Поэтому всегда, когда вот такие вопросы, вот как Ариэль Шарон, да, лежал сколько, 8 лет, я всегда, как-то у меня срабатывает такой ход мысли, что я отъезжаю на 100 лет назад и думаю, а что было бы с этим человеком 100 лет назад? Он просто умер. Просто. А уже в каком состоянии он умер? Это делали его личности, религиозные личности и так далее. Но по факту не было вот этого клубка проблем. Поэтому, может быть, если мы вынесем за скобки медицинскую технику, успехи медицины, то сама эта суть, может быть, ну, для меня, во всяком случае, легче становится, когда я стекстраполирую на огромное количество лет прожитых человечеством в сравнении с маленьким вот этим отрезком времени, когда мы сейчас пользуемся замечательной медициной. Ну вот, и напоследок, надо сказать, на личном, лично я, как человек плановый, вот я так устроил, нравится логика, плановость, я страшусь не смерти, как ты говоришь. То есть я твердо уверен, что Бог создал людей не для того, чтобы вот их здесь на земле промариновать, а потом еще поставить такую печать, такую катастрофическую на их жизни. Я твердо уверен, что, конечно, после смерти есть существование иное. Но вот сам этот переход совершенно неизвестный. Конечно, тут меня страшит, как человек. Поэтому, когда люди говорят, что они не боятся смерти, ну, может быть, не боятся, но я вот как-то не очень. Смерти, конечно, не бояться невозможно. Но, с другой стороны, вот у религиозного человека есть все-таки факты, опять же, на которые он может опираться, чтобы не впасть, а всем. Спасибо. Наверняка будут вопросы. Так, давайте. Где моя Полина, помощница, дорогая? Вот ее, дорогая. Мы все-таки распределим, ладно, чтобы не одни и те же люди, а чтобы у разных людей была возможность. Можно я? Отец Петр, у меня такой вопрос. Вот церковь каждый день молится о непостыдной, мирной и безболезненной кончине. Если при этом смерть – это только дверь, ну, так ли важно, чтобы эта дверь там была красивой или нет? Если это все равно, там, насколько важна вообще вот эта безболезненная, мирная, непостыдная кончина, раз... Ну, это, во-первых, все славянские слова. Безболезненные – это, значит, бесскорбные как для своего человека, так и для его родственников, чтобы не было боли вокруг этого накрученного. Кстати, спасибо палеотивной медицине, она вот и выполняет этот самый призыв в церкви. «Непостыдная» – это тоже слово нерусское, славянское, более глубокое. Это значит то, чтобы человек не постыдился на... Перейдя, выйдя за эту дверь, с одной стороны, это главный смысл этого прошения, а с другой стороны, да, чтобы, ну, смерть христианина не застигла в каком-то там постыдном месте или состоять. Ну, то же самое относится и к мирной, чтобы она была осена миром Божьим. Можно быстро вопрос. 100 лет назад и антибиотиков не было, и 200 лет назад и очков. Почему вы сегодня, наверное, принимаете антибиотики, пользуетесь достижениями современных детских? Очки были. 200 лет назад. Просто если плюс нашим христианинам не страшно или их ждет вечная жизнь после смерти, почему они эту смерть так боятся уже сегодня испытать? Тот же патриарх лечится в ЦКБ каждый раз, когда он заболевает. Все больные раком. Или вот как ваш духовник, вы говорите, лежит уже в вегетативном состоянии 12 месяцев. Почему они не спешат? Это вопрос личный. Вы можете... Антибиотиками пользуетесь? Что? Антибиотики принимаете? Редко пользуюсь. Спасибо. Я имею в виду вопрос личный, что это нужно обращать к тем, кто лечится в ЦКБ и так далее. Никак. Нет, только мне я на личный вопрос отвечу, а мнение о других людей... Почему вы пользуетесь антибиотиками? Почему вы пользуетесь антибиотиками? Я не хочу... Я не хочу... Да, мне кажется, что возникло предположение, что вот вы просто хотите проповедовать, что все, что было сто лет назад, то и хорошо. Нет, во-первых, я ничего не хотел. Разве я сказал, что хотел? Я сказал, что при оценке таких случаев у меня экстраполируют, да. Мне помогает то, что я экстраполирую на сто лет назад. Только и всего. Это не значит, хотел ли я или не хотел. Это тоже факт. Ну почему? Да, знаете, у меня вопрос такой, он скорее отвлеченный. Я пользуюсь случаем, что оказался с вами в этом помещении. Это то, что ну долгое время я считал себя верующим человеком, пока я думал, что все безобразия мира, они происходят от свободы воли человека. Скажите, пожалуйста, почему жух ел траву, жуха открывала птица, хорек пил мозг из птичьей головы? Есть ли Бог в благ, как вы утверждаете? Почему он на таком чудовищном керосине завел этот агрегат? Он что, не мог это каким-то другим образом сделать? Ну вы ставите огромную богословскую проблему, а здесь вопрос, что... Я не могу ответить. Мог ли Бог? Ну конечно мог, Бог все может. Почему он сделал так? Я вам не отвечу. Не могу сказать. И вот здесь вот, ай, еще, еще. Денис Петрович, скажите, вот мне кажется ли вам, что каждый современный христиан так или иначе поверит в Абакастасис? И именно это является его... Ну не каждый, я конечно очень плохо говорю, но так или иначе большинство современных христиан в России все-таки надеются на спасение всеобщего, как там говорилось. Но большинство людей, которые называют себя христианами, к сожалению, о христианстве не имеет ни малейшего представления в России. Поэтому я не думаю, что вообще большинство людей и большинство христиан, православных, думает о всеобщем спасении. Они о своем спасении не думают. Поэтому... И мне кажется, это... Если вы имеете в виду ту дискуссию, которая в последнее время разгорелась вокруг мнения одного нашего богослова, то она настолько узкая, настолько домашняя, в нее участвуют 15 человек, поэтому... Здесь ничего нельзя экстраполировать на христиан России. Да, пожалуйста. Антофон. Надо, надо, надо. На полночь. Знаете, мне кажется, есть такая глобальная проблема в интерпретации писаний священных. На самом деле, вечность жизни, о которой вы говорите, я думаю, действительно нас ждет. И мы пойдем в РАЭД, если будем соблюдать заповеди, но также, если будем поддерживать, заниматься наукой. РАЭД, надо понимать, метафорично. Метафорично. Не то, что мы будем жить на облаках или в каком-то другом мире. Мы будем жить здесь, на Земле. Действительно. И если мы достигнем такого уровня медицины, науки, который позволит нам существовать, мы действительно будем существовать комфортно и будем жить. Если же мы этого не сделаем, мы умрем и, условно говоря, попадем в ад. Но воспринимать буквально, что мы возвысимся и где-то окажемся, не стоят. В писании есть множество фактических ошибок, если воспринимать буквально. Надо в людей кидать камни и так далее. И множество, читая одно и то же, совершают разные абсолютно вещи. То есть, некоторые ведут правильный образ жизни, некоторые, допустим, как РПЦ, часто ведут шикарный неправильный образ жизни, а некоторые вообще там устраивают из них теракты. Ну, это уже по... там, у нас там и слава. А скажите, пожалуйста, можно вас спросить, а куда бы детей денют? Возможно, будет общественный договор, по которому будут люди сознательно заводить не более одного ребенка, например. Все вступят в монашество. Но даже если бессмертные люди одного ребенка... Если выбор стоит между вашей жизнью и вашей возможностью иметь пять или плоти детей, что вы выберете? Нет, ресурсы земли. Конечно, величие. Ресурсы земли. Намного более. Надо поправить микрофон. Получается, что все будут. Мы там больше не можем все проникаться. Ресурсы земли и все остальные сложности, они могут настигнуть нас лет через 300, например. Но пока что, если я ничего не буду делать, смотреть на закат, допустим, и просто ждать своей смерти, это наступит нам лет через 40, если остальные тоже ничего не будут делать. И ресурсов земли хватит пока что с головой. И развитие технологии способствует возобновлению этих ресурсов, в том числе и на других планетах и в том числе и на земле можно еще больше на ногу пощеркнуть из-за чего. Спасибо. И видите, что прерывали. Вы хотите отвечать? Ну про рай. Я скажу про рай. Что, конечно, нельзя воспринимать, что рай это что-то такое на облаках. Рай это метафизическая реальность. Но я начал с того, что христиане являются людьми факта. Что они бы не рассуждали вообще-то, не было бы христианства и 2000-летней истории или сломым мученикам, если бы это было просто теория или какие-то рассуждения. Эта метафизическая реальность человека входит уже здесь, если он приобщается к Христу. Только все. Здесь, понимаете, религия такая штука, которая требует доказать. Можно просто о ней свидетельствовать. Что это факт. Ну, вот, собственно, и все. На этом остановимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова